Спорт-ФМ. 100% футбола. Наступление футболистов в начале сезона 2016-2017, но и в конце сезона 2015-2016. У нас опрос, голосование проходит на странице Спорт-ФМ ВКонтакте. Варианты Квинси Промес, Денис Глушаков, Игорь Акинфеев, Понтус Вернблум, Марио Фернандес, Федор Смолов, Сердар Азмун, Саслан Жанаев, Артем Дзюба. Ну и можно предлагать также свой вариант. Интервью. Ну а сейчас мы пообщаемся с Романом Юрьевичем Бабаевым, генеральным директором ЦСКА. Роман Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Роман Юрьевич, ну понятно, что ЦСКА по итогам первой части сезона многие критиковали, писали о проблемах ЦСКА, говорили, да. Вот хотелось бы вашу оценку как генерального директора ЦСКА услышать по первой части сезона. Удачное, неудачное, что не получилось? Ну конечно, первый круг получился противоречивым, рассчитывали мы на большее, но с другой стороны команда идет в стройке лидеров и сразу вспоминается сезон 13-14 годов, когда мы закончили еще с большим оставанием от первого места. И чем-то завершилось, мы помним, весенние части одержали 10 побед и заняли первую строчку. Понятно, что это достаточно редко случается, но если говорить о причинах в целом, то они тоже ни для кого не являются секретом. К сожалению, серьезные кадровые потери этой ситуации. С Романом Загойлом длительное время он пропустил по причине травм. И с Романом Еременко, к сожалению, вот эта история, ряд других ключевых футболистов периодически выпадал. Поэтому, конечно, никто не пытается найти какую-то одну причину, повесить, так сказать, на кого-то одного. Но мы все вместе будем в этой ситуации выходить. Надеюсь, сейчас за зимний период мы немножко сможем усилить команду. И весной, надеюсь, дадим бой, стараемся занять как можно более высокое место. Ну, 8 очков, на ваш взгляд, это не смертельный отрыв, да, как вы считаете? Да, да, и повторюсь, история тому подтверждения. По-моему, разрыв в том сезоне, когда мы выиграли чемпионат в 13-14, было еще больше. О планах расскажите, пожалуйста, на ближайшее время после того, как игроки выйдут из отпуска, о планах клуба. 10 января команда отправляется на первый сбор в Компомор, где в первую очередь будет заложен функционал. То есть будет очень много работы, посвященной физическому состоянию футболистов. Планируется в конце сбора два товарищеских матча. Ну, а уже второй и третий сборы, они будут полностью игровыми, где будет наигрываться основной состав, наверное, какие-то варианты тактических схем моделироваться. То есть команда будет готовиться, надеюсь, что хорошо отдохнут и хорошо поработают на сборах. Ну, а клуб со своей стороны постарается провести хорошую трансферную кампанию. В первую очередь, конечно, нуждаемся в нападающем, это очевидно, непростая задача, но будем стараться. То есть приобретения будут? Я на это очень надеюсь, потому что, повторюсь, линия нападения, конечно, нуждается. А это будут аренды или покупки? Сейчас очень сложно сказать. Рассматриваем все варианты, практически все рынки, всех континентов тоже принимаются во внимание. Очевидно, что в команду вернется Витиньо из аренды, а также Виктор Васин. Но помимо этого, надеюсь, что еще будут новые футболисты. За Васиным следили, естественно, наши болельщики и болельщики ЦСКА в том числе. А по Витиньо, насколько я читал, смотрел пару матчей Интернационал, он считался одним из ведущих игроков в Интернационале. Вы абсолютно правы, он забил 8 мячей, достаточно большое количество голевых передач. Бразильский чемпионат, как ни парадоксально, отличается тем, что там не очень много забивают. Там лучший бомбардир забил 12 мячей, поэтому 8 это достаточно неплохой показатель. Да, команда, к сожалению, оказалась в низшем дивизионе, но здесь не столько вина Витиньо, скорее всего, просто общекомандная ситуация. Поэтому я очень надеюсь, что Витиньо усилит наш коллектив, он уже в курсе, готовится к поездке, поэтому если не будет каких-то опять ментальных проблем, то, безусловно, этот футболист способный усилить команду. На позицию Романа Еревенко, насколько я понимаю, да? В том числе, хотя в интернационале он зачастую играл и нападающего. А ментальные проблемы, это, на ваш взгляд, вот именно главное, да, почему не получилось Витиньо? Да, 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 безусловно, то есть футболист одаренный, футболист талантливый, но не по возрасту, скажем так, немножко несозревший, я бы сказал. Достаточно тяжело переживает переезд из родной страны, но надеюсь, что вот за этот период, который он провел в Бразилии, он немножко заматерел в хорошем смысле этого слова. Он готов к приезду в команду, то есть никаких с этим сложностей не возникло, но, как получится уже по факту, сейчас достаточно сложно предугадать. Спасибо большое, Роман Юрьевич, удачи вам и вашему клубу во второй части сезона. Спасибо, это был Роман Юрьевич Бабаев, генеральный директор ЦСКА. Итак, обращаемся к нашему опросу лучший футболист 2016 года в чемпионате России по версии наших радиослушателей. И пока что, пока что здесь борьба между Квинси Промесом, между прочим, да, 19,2% и Федором Смоловым, 14,7%. Пока вот эти игроки выбиваются в явные, не, что я говорю, 45%, пока безоговорочное первое место у Дениса Глушакова. Как я мог упустить, а вот на втором месте, как вас, как раз Квинси Промес, а потом идет уже Федор Смолов. Ну, я бы, кстати, не стал голосовать за Дениса Глушакова не из-за того, что мне не нравится, как игрок Денис Глушаков. Он просто потрясающий проводил вот первую часть сезона за московский «Спартак». Просто мы, еще раз напоминаю, выбираем, и обратите внимание, лучшего футболиста календарного года. Так что то, что было до лета, я понимаю, уже немножко подзабылось, но надо это тоже учитывать. 8,925, 4 двойки, 93,2. Я бы, кстати, если бы, ну, не буду говорить свое мнение, да, ну, ладно, коли уж сказал про Глушакова, я бы выбрал «Промеса», честно говоря. 925, 4 двойки, 93,2. Это вайбер и ватсап. Здесь нам пишут. «В сектах вроде ВКонтакте не состою, поэтому напишу здесь», пишет нам радиослушатель Тол. «Первое место делят «Промеса» с Глушаковым, остальные все далеко позади». Так, если трансфер срастается, то Смолов игрок года в РФПЛ. Какой трансфер? Разочарование года Еременко. Так, дальше. Смотрим. Добрый вечер, хорошего эфира. Самый лучший игрок – это он. «И спора быть не может», написал Сергей про Понтуса Вермблума. Смотрим дальше, что вы пишете. Это я вайбер читал. Посмотрим на ватсап, даже больше сообщений. А голосовать за икрага здесь или где голосование идет? Вот такой вопрос. Здесь вы можете писать просто свое мнение, почему вы того или иного футболиста считаете лучшим игроком 2016 года. Голосуйте на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте. Программа «100% футбола» выбирает своего лучшего футболиста года по версии слушателей программы «100% футбола». Приветствую. Это «Промесс» без вариантов. Добрый вечер, Игорь. Понтус и только Понтус. Он лучший, написал Захар ЦСКА. Глушаков лучший. «Спартак вперед к золоту долгожданному». Игорь, а что делает Акинфеев в вопросе? Вот такой вопрос мне. Ну, давайте вспомним сейв Акинфеева, допустим, который принес в ЦСКА золотые медали чемпионата. Если кто-то подзабыл, еще раз обращаю ваше внимание, что мы выбираем лучшего игрока 2016 календарного года. Вот, наверное, поэтому что делает Акинфеев. Дзагоев. Вот тут такой вариант. Ну, Дзагоев по большей части был травмирован. Сейчас да. Сейчас, возможно, Дзагоев. Потому что мы вот тут с нашим редактором Сердаром долго думали. Потому что должно быть только 10 вариантов на странице ВКонтакте. Изначально у нас Алан Загоев присутствовал. Ну, кем-то пришлось пожертвовать. Например, я с большим сожалению пожертвовал Романом Зобниным, к примеру, да, который тоже изначально находился, так скажем, в расширенном списке. Ну, а в студии с новостями появилась Мария Терская. Маш, привет. Приветствую тебя, Игорь. А еще раз добрый вечер всем нашим радиослушателям. Я, к сожалению... ...сухим матчем. Или вы можете только серию считать. Ну что ж, а мы сейчас пообщаемся с знаменитым игроком, двукратным чемпионом Советского Союза, Александром Мостовым. Интервью. Александр, здравствуйте. Да. Чем вам запомнилась первая часть чемпионата России? Вот первый вопрос. И второй мы сейчас выбираем вместе со слушателем лучшего игрока. Может быть, у вас есть какая-то версия? Лучшего игрока года, 2016. Не только первая часть чемпионата России, а вообще календарного года. Да, добрый вечер. Ну, на первую часть вопроса мне еще ответили. Чем запомнился? Я думаю, что первая часть чемпионата нашего, правильно? Угу. Понял вопрос. А первая часть чемпионата дальше? Что вот, я не знаю, может быть, лидерство Спартака всем запомнилось, я думаю, в первую очередь. В общем, в 2016 году, поэтому это немножко просто, поэтому я подумал. Часть запомнился с экономистиками. К сожалению, пропадает куда-то Александр Владимирович Мостовой. Сейчас попытаемся ему дозвониться. Александр Тарханова сегодня не будет. Раиса из набережных Челнов спрашивает, да, потому что Александр Федорович приболел. Все запоминают последние матчи, поэтому Глушаков лидирует. А так за год, безусловно, лучший промесс его. Георгий пишет из Москвы. Вот с ним я соглашусь. Сейчас дозвонились мы еще раз до Александра Мостового. Александр, будем надеяться, что сейчас получше будет слышно. Итак, ну, первая часть вопроса, да, по началу чемпионата. Уже половина-то позади. Ну, не смена, это лидерство Спартака. Спартак идет на первом месте. И я надеюсь, наверное, в конечном итоге, что Спартак дотянет до этого, до первого места. Вот так. Как бывший Спартаковец. Или бывших Спартаковцев не бывает? Ну, ну, знаете, я думаю, что бывает. Бывает, потому что за свою попольную жизнь и карьеру я видел столько людей, которые переходили из одного клуба в другой. Ну, причем называя себя и Спартаковцем, и Динамовцем, и Армейцем, и, знаете, а на самом деле никто никогда не знает, кто он и чего. Ну, как вы думаете, вот будут ли какие-то такие громкие приобретения, в частности, у Зенита, да, ну, с попыткой все-таки догнать и обогнать Спартак команда должна усиливаться? Я думаю, что да. Да, у Зенита, несомненно, будут, потому что, правильно вы говорите, что Зенит должен или обязан догонять Спартак, поэтому первая часть мы увидели, что у Зенита есть проблемы, их много во многих линиях. Это еще, я скажу, повезло, что они вот хорошо были еще укреплены, да, с приходом Луческа там были приобретены несколько футболистов, поэтому не будь этого было бы намного хуже. Ну, Зенит отличается от других команд тем, что у Зенита очень сильное финансирование, правильно, поэтому они в любой момент могут любить, купить любого футболиста. Поэтому, конечно, они над этим сейчас, наверное, работают и там за этот друг отдыха наверняка кого-то купят. В перспективе Гончаренко в ЦСКА, на ваш взгляд? Ну, если говорить, что до конца этого чемпионата, я думаю, вряд ли что-то там может измениться кардинально, потому что он же приходит не в пустую команду, да, он приходит в команду, которая уже много-много лет играет, поэтому ясно, что может быть один, два или три каких-то позиции будут изменены там или что-то, кто-то. А с другой стороны, я думаю, что до конца чемпионата будет бороться за чемпионство. Ну и вопрос вам по лучшему игроку календарного 2016 года в России. Вот здесь, наверное, труднее всего. Если вы мне... Ну, давайте я вам варианты назову. Скажите, какие-то фамилии. Промес, Глушаков, Федор Смолов, Вермблума можно, Игоря Кенфеев, но это если брать концовку прошлого чемпионата. Из Ростова тот же Азмун. Ну, знаете, здесь немножечко вот в выборе этих фамилий меня все время наталкивает на мысль то, что произошло на чемпионате Европы у нас совсем недавно, знаете. И мне трудно номинировать какого-то нашего футболиста после того, что мы увидели на чемпионате Европы, вы знаете. У нас... К сожалению, это так. От этого не денешься, да, это факт. Поэтому, если выбирать какого-то иностранца, иностранцы, наверное, больше всех претендует в промес. Которого не было на чемпионате Европы вообще. Да, который в том году Спартак там тянул за собой, много забивал, поэтому в этом году тоже является одним из лидеров, поэтому вот так. И еще один вопрос, почему труднее назвать, потому что у нас Халка нет в чемпионате. Был бы Халк, конечно, я бы даже... Не задумываюсь. Не задумываюсь. Да. Спасибо большое, Александр. Это был Александр Мостовой, двукратный чемпион Советского Союза. Итак, Александр Мостовой остановил все-таки свой выбор на Квинси Промессия. Но большинство наших слушателей останавливают пока что свой выбор на Денисе Глушакове, который уже практически 50% набирает в нашем голосовании. А я напомню, что здесь 9 вариантов, да. Квинси Промесс пока идет на втором месте, а третье место, третью позицию тоже уверенно занимает Федор Смолов. Ну и посмотрим, кто же четвертый. А на четвертое место, между прочим, обогнав Игоря Кенфеева, вырывается Сердар Азмун. 925, четыре двойки, 93,2. Посмотрим, что вы пишете нам на Вайбер и Ватсап. Глушаков номер один, Промесс второй, так как удачный матч очередовал со средними, а Денис играл ровно на высоком уровне весь год. Сергей Мясыной из Санкт-Петербурга пишет. Игорь абсолютно согласен. Если брать весь год, то Квинси. Высокая результативность, полезность и яркость. Написал нам Андрей. А мне кажется, Крицук, или как он правильно пишется, без буквы «Т» он пишется, правильно. Николай Макеев из Мытищ нам написал. Дальше. Глушаков и на Евро. Норм сыграл. Поэтому Глушаков. Вот такое сообщение пришло от Денчика. Ну что ж, голосуйте. Голосуйте, соответственно, на нашей странице ВКонтакте, странице Спорт.ФМ, где вы выбираете вместе с программой 100% футбола лучшего игрока года по вашей версии. Пошла, пошла. Поднажмем, чтоб праздник в новую квартиру. А, бороду-то зачем? Ничего, бороду тоже процентов на 10 подрезать можно. Эталон Инвест объявляет новогоднюю скидку 10% на все квартиры. Ряжем все, что отросло. Звоните. 37 и 5 восьмерок. 37 и 5 восьмерок. Проектная декларация на сайте. Эталон.ру Выгодные предложения в супермаркетах «Билла». Только с 15 по 21 декабря перец красный всего 99 рублей 90 копеек за килограмм. «Билла». Вот это мне по вкусу. Количество товаров ограничено. Подробности на «Билла».ру «Локобанк». Вклады со ставкой до 11%. Высокая ставка. Не метр восемьдесят, конечно, но тоже высокая. Отправь заявку онлайн на вклад «Ледниковый период» на «Локобанк.ру». КБ «Локобанк.АО». Генеральный лиц.БРФ 27.7. Если вы подарите на Новый год своей семье новую квартиру, уверяем, что даже если ваша жена найдет под елкой комплект шин для машины, сын – вязаные носки, а лабрадор – кошачий ошейник, то вы все равно останетесь героем в их глазах. Хотите еще аргумент в пользу такого подарка? Только с 15 ноября по 25 декабря группа «Пик» дает скидку в 10% на все свои дома. Группа «Пик». Счастливого нового дома. Проектные декларации и подробности акций на «Пик.ру». Пролетела мимо пламени в камине, едва коснулась мягкой хвои, и на секунду замерла волшебная сказка. Хотите услышать ее? Приходите с детьми на рождественские чтения в Кунцево-Плаза. 18 декабря в 15.00 культовый телеведущий Николай Дроздов прочтет для вас сказку «Золушка». Вход свободный. Ярцевская, 19. 0+. Новогоднее шоу «Щелкунчик и мышиный король». Два часа волшебства под знаменитую музыку Чайковского. От режиссера лучших представлений на льду Ильи Авербуха. В главных ролях олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Алексей Ягудин, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. На ледовой арене вырастет огромный магазин игрушек. Сказка оживает вместе с нами с 28 декабря по 7 января. ВТБ «Ледовый дворец», «Щелкунчик и мышиный король». Билеты на сайте айстикетс.ру. 0+. Проектная декларация и подробность акции на сайте бодифизквартал.ру. Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса с центром водных видов спорта «Динамо» и школами олимпийских чемпионов. Все это – жилой квартал «Березовая аллея». Новогодние предложения. Всего 7 лотов с отделкой в подарок. Звоните 495-212-9090. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» – 620-46-64. Код Москвы – 495. Я Светлана Гладышева, и вы слушаете «Спорт-ФМ». Новости страны. Кубок Первого канала сегодня. Только на «Спорт-ФМ». 19.00. Россия. Швеция. Будем выигрывать. Сегодня. Хоккей на «Спорт-ФМ». «Спорт-ФМ» – 100% футбола. И программа «100% футбола» естественно вместе с вами, уважаемые радиослушатели, но и вместе со мной. Я с вами до 19.00. Меня зовут Игорь Катманов. Мы выбираем лучшего футболиста 2016 года. И выбираем на странице «Спорт-ФМ» ВКонтакте. Так что заходите, голосуйте. И там уже проголосовал около 2300 человек. И пока 1130 голосов за Дениса Глушакова. На втором месте еще один представитель московского «Спортака». Квинси Промес. 465 голосов. И 310 у Федора Смолова. Вот такая вот уверенная тройка пока у нас. Вопрос на «Вайбер» пришел касательно отдела Ахмедова. Честно говоря, пока официальной информации, насколько я помню, не приходила. Но то, что полузащитник «Краснодара» отдел Ахмедов в ближайшее время может стать игроком «Шаньдун Лунэн» китайского клуба, эту информацию передавал и «Спортэкспресс», и даже французское издание «Лекип». Так что, ну, официально пока, насколько я знаю, подобной информации не было. Далее по поводу «Вицеля». Да, действительно, руководство «Зенита» готово продать бельгийского полузащитника в «Ювентус». Об этом, опять-таки, итальянские уже издания сообщают. Конкретно «Лагадзета де ла Спорт». Контракты «Вицеля» с питерской командой стекают в конце нынешнего сезона. «Зенит» готов расстаться с «Вицелем» за 6 миллионов евро. Но это и понятно. Понятно желание питерского клуба расстаться с «Вицелем» за деньги, да, а не потерять бесплатно. Уйдет или не уйдет, честно говоря, пока не знаю, потому что помимо «Вицеля» еще много фамилий гуляет. Вот касательно приобретения «Ювентуса» полузащитников, да, из той же «Севилья», опять-таки, по информации той же «Лагадзета де ла Спорт», может перебраться Стивен Зонзи, за которым «Ювы»-то, в общем, уже давно следил, да. И за «Нзонзи» как раз-таки «Ювентус» может заплатить порядка 15 миллионов евро. Ну, а «Вицеля» может достаться «Юву» бесплатно, но, правда, уже на окончании сезона. «Вайбер» и «Ватсап» 925-4-2-93-2. Посмотрю, что вы пишете. Дмитрий пишет, у вас, кроме мясных, есть другие фамилии. Дмитрий, я советую вам обратиться на страницу «Спорт.ФМ» ВКонтакте и посчитать, да, сколько тут представителей «Спартака» и сколько представителей других клубов. «Дальше. Добрый вечер, Игорь», пишет Дмитрий. Хорошего эфира. Спасибо и вам. Хорошего вечера, Дмитрий. Я за Саслана Джанаева. Лучший игрок и вратарь прошлого сезона для меня, написал Дмитрий. Саслана Джанаева, кстати, тоже фигурирует в нашем списке, но пока что за него отдали голоса не так много болельщиков. 1,3%. Ну а меньше всех пока у Марио Фернандеса. 1%. 8495-276-093-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира «Спорт.ФМ». Готов выслушать в прямом эфире ваши версии. Ну и, конечно же, обосновывайте. А как же Маурисио? Ну все не помещаются уж, извините. Ребров, почему нет, тут возмущаются тоже. По этой же причине, да? Дальше. Дэн Лока пишет. Эх, три дня уже пишу вам, но ни одного сообщения так и не озвучили. Может, заблокировали? Дэн Лока, ну вот озвучил я ваше сообщение. Не заблокировали вас? Не переживайте. Просто если здесь все читать, на это уйдет очень много времени. Потому что огромное количество сообщений. Андрей написал, если брать весь год, то однозначно Федор Смолов. Какой Глушаков? Что он вообще сделал? Команда заняла пятое место по итогам 2016 года. Подумаешь, там забил 2-3 гола. Федор Смолов сколько таких назабивал? Написал нам Андрей из Липецка. Что касается последних новостей, опять-таки, о которых очень много, да? Здесь ходят слухов. И по поводу «Зенит» в том числе. Но, насколько я понимаю, если «Зенит» все-таки расстается с Вицелем, то тут есть варианты. Тот же Майо и тот же Эрнани. Что касается Эрнани, то сегодня, по информации агента, этого бразильского полузащитника из атлетики Парнаэнсе, Эрнани уже должен подписать контракт с «Зенитом». Между прочим, 22 года, напомню, Эрнани. Стоимость трансфера оценивается 8 миллионов евро. Эрнани уже, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге. Так что Эрнани должен стать первым новичком питерского «Зенита» вот в это зимнее трансферное окно, которое открывается в январе. Ну и ранее об этом же сообщал президент «Атлетико Парнаэнсе» Луис Салли Мемет. Он сообщил о переговорах по трансферу игрока. Напомню, что в этом сезоне Эрнани отыграл 30 матчей в бразильской серии «А», забил 6 мячей и отдал 1 голевой пас. Ну и что, конечно же, привлекательно, это возраст Эрнани, которому 22 года. Так что довольно молодой полузащитник на перспективу. С одной стороны, молодой, с другой стороны, уже и состоявшийся игрок. Игрок основного состава команды бразильской серии «А». В общем, у «Атлетико Парнаэнса» был в этом сезоне весьма неплохой чемпионат. Также у нас, кстати, в эти дни проходит клубный чемпионат мира по футболу. Между прочим, сегодня определился второй финалист. И этим финалистом стал мадридский «Реал». Бензима на второй компенсированной минуте отличился. И Роналду уже в компенсированное к матчу время забил второй мяч. И таким образом «Реал Мадрид» победил Мексиканскую Америку. Один из самых популярных, а может быть и самый популярный клуб в Мексике. Да не только в Мексике, кстати, в западном полушарии вообще. 2-0. Мадридский «Реал» выиграл и сыграет с японской командой «Косима Антлерс». «Косима Антлерс» – клуб, который ожидаемо, неожиданно разгромил в полуфинале «Атлетико Националь» 3-0. Все-таки здесь, наверное, висит еще вот таким тяжелым грузом, да, вот эта авиакатастрофа. И мне кажется, что футболистам «Атлетико Националь» может быть как-то психологически было тяжело. Да и напомню, что «Косима» хозяин, между прочим, турнира. «Одно спасение Игоря Кенфеева в золотом матче с Рубином ценнее шальных голов Глушакова», написал Илья. Про спасение Игоря Кенфеева я уже говорил, как раз-таки, когда спрашивали, что, дескать, делает Акинфеев в этом списке. Об этом я сказал, что мы все-таки определяем лучшего игрока по итогам календарного года. «Каждый год кто-то становится лучшим бомбардиром, но это не главные показатели лучшего игрока». Вот такие вот варианты. Однозначно, Смолов после того, как он расстался с Лопыревой, стал играть. В рамках года он лучший, написал Дэн Лока. Есть у нас звонок. Лариса, здравствуйте. «Добрый вечер, Игорь. Вы меня извините, ради бога, я самое начало пропустила, и меня очень волнует, будут продавать Загоева или нет?» Ну, это надо было к Роману Бабаеву обращаться. «А то есть вы не спрашивали его?» С таким вопросом он бы и не ответил. «Да, ну понятно. Извините, пожалуйста, ну, во-первых, мой игрок это Акин Чиев, и я не знаю, если в вашем списке тоже я не слышала, Вася Березуцкий, я его обожаю просто». «Понятно, спасибо вам за звонок. С Василием Березуцким пришлось нашему списку расстаться, потому что он тоже не уместился, как и некоторые другие игроки ЦСКА, тот же Алан Загоев. Ну, посмотрим. Более 50% уже проголосовали за Глушакова, который однозначно лучший на нашей странице ВКонтакте. «Квинси Промес» идет на втором месте, у него 19,9% голосов, ну и третий Федор Смолов. В общем-то, здесь получается все без изменений, и, наверное, наибольшая интрига как раз-таки за четвертую строчку, кто же ее займет. Пока за эту самую четвертую строчку борются Сердар Азмун и Игорь Акинфеев. У Азмуна 124 голоса, а у Акинфеева 113 голосов. Проголосовало уже около трех тысяч. «Но же не соответствует повместительности». И тем не менее, все-таки он сказал, что такое возможно. Сказал он это, между прочим, на довольно-таки интересном мероприятии, которое состоялось сегодня, соответственно, в Москве. Так вот, сегодня на стадионе «Динамо» завершился процесс, внимание, раскружаливания. Ну, я приблизительно понимаю, то есть это каркас крыши, да? Да, 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 да. Я вот, честно говоря, до сегодняшнего дня с этим словом никогда не встречалась, поэтому оно меня очень сильно заинтересовало. Ну, когда ты будешь себе строить на даче стеклянную крышу, ты столкнешься с процессом раскружаливания. Ага, понятное дело. Ну, я, честно говоря, не любительница дачи, поэтому вряд ли процесс раскружаливания меня ждет. Хорошо, личный дом, я не так назвал. Ну, хорошо, ладно. Надеюсь, может быть, что когда-нибудь это произойдет. Ну, а радостное событие произошло тем временем в семье Дениса Глушакова. У этого футболиста родилась вторая дочка, о чем сам игрок сообщил в своем аккаунте в Инстаграм. Я напомню, что первая дочка футболиста появилась на свет в сентябре 2011 года. Ну, вот, а сегодня он выложил фотографию из роддома, на которой держит уже свою вторую наследницу. Поздравляем Дениса и напоминаем, что он как раз-таки сейчас лидирует в нашем опросе на странице «Спорт.ФМ» ВКонтакте за звание лучшего футболиста 2016 года. Теперь я к хоккею предлагаю перейти. Илья Любушкин не сыграет в первом матче Кубка Первого канала против сборной Швеции. Об этом сообщается в пресс-службе национальной команды. Напомню, что матч этот состоится сегодня в 19 часов по Москве. Ну, а полностью сочетание игроков сборной России выглядит следующим образом. Вратарь Илья Сорокин, в запасе Игорь Шестеркин. Далее Антон Белов, Егор Яковлев, Сергей Плотников, Павел Дацук, Илья Ковальчук. Далее Богдан Киселевич, Игорь Ажиганов, Валерий Нечушкин, Андрей Светлаков, Иван Телегин, Виктор Антипин, Алексей Береглазов, Дмитрий Кугрышев, Владимир Ткачев и Александр Барабанов. И далее Владислав Гавриков, Максим Осипов, Сергей Шумаков, Максим Шолунов, Степан Санников, Сергей Андронов. Вот такие вот новости из стана сборной России. Постепенно начинают поступать перед матчем. Давайте фамилии назову. Промес, Глушаков, Акинфеев, Вернблум, Марио Фернандес, Смолов, Азмун, Джанаев, Юба. Это звенья сборной России по футболу. Да, твой вариант лучший игрок за календарный 2016 год. А еще раз можно? Промес, Глушаков, Акинфеев, Вернблум, Марио Фернандес, Федор Смолов, Сердар Азмун, Саслан Джанаев и Артем Дзюба. Ну я, наверное, выберу все-таки тоже Глушакова. Не буду здесь оригинальный, как большинство наших радиослушателей. Ты же сказал, что он лидирует сейчас в вопросе. Поэтому ты его выбрал? Да, нет, я его не поэтому выбрала, но действительно, среди названных, наверное, ему стоит отдать звание лучшего. Ну и тем более, сегодня у него дочка родилась. Да, это главное. Здоровья дочки Глушакова, Дениса Глушакова. Спасибо огромное. В студии была Мария Терская с новостями. Спорт-ФМ. Будь первым. Более трех тысяч человек уже проголосовали на нашей страничке ВКонтакте. И действительно, здесь всех опережает Денис Глушаков. А Игорь Акинфеев, между прочим, в споре за четвертое место уже опережает Сердара Азмуна. Правда, ненамного. 131 человек проголосовал за Игоря Акинфеева и 128 за Сердара Азмуна. Второе место Квинси Промес, ну а третье Федор Смолов. Так что пишите нам 8 925 4 двойки 93 и 2. Также на СМС-портал 5533 в начале сообщения слово спорт. Леонид из Апрелевки написал, только Саша Киржаков. Лучший русский бомбардир. Каждый гол обновление рекорда. Акинфеев лучший. Стабильность. Признак мастерства. Написал Сергей. Сергей, не буду читать вторую часть вашего сообщения уж. Извините. Ну и посмотрю, что вы пишете на Вайбер. Так, и на Ватсап. Естественно, про дочку Дениса Глушакова мы уже сказали. Да, здесь многие его поздравляют. Дальше. Смолов именно весенней части чемпионата забил большинство голов. В прошлом году все забыли хет-трики. Один за другим прошлой весной. Объективно за Спартак больше болеют. Поэтому и лидеры. Если бы кто-то из Спартака забил бы как Смолов за год, я думаю, у вас бы был давно известен победитель. Вот такое сообщение. Почему в голосовании нет Кутепова? Ну подумайте сами. Почему в голосовании нет Кутепова? Я думаю, поэтому и нет. Потому что, ну, а вы сами считаете, что Кутепов претендует на звание лучшего футболиста 2016 года? Вот если так прикинуть в здравом уме и трезвой памяти, как может Кутепов стать лучшим футболистом России календарного 2016 года? Давайте пробежимся по последним новостям. Про клубный чемпионат мира я вам говорил. И вот, между прочим, нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду забил свой 500-й гол на клубном уровне. Сделал это обладатель золотого мяча, как я уже сказал, в компенсированное уже время, да, на третьей компенсированной минуте полуфинального матча клубного чемпионата мира с Мексиканской Америкой. Итак, на счету Криштиану Роналду 377 голов в 367 матчах за мадридский Реал. Еще 118 голов в 292 матчах Роналду забил в составе Манчестер Юнайтед, если кто-то подзабыл, он там тоже играл, играл ярко. И 5 голов в 31 матче за Лиссабонский спортинг. Это родной клуб Криштиану Роналду, откуда он как раз-таки поехал уже дальше покорять Европу. Ну и напомню, что в финале клубного чемпионата мира мадридский Реал сыграет с японской командой Касима Антлерс. Эта игра состоится 18 декабря. Так что ждем финального матча, но я думаю, что особо ни у кого нет сомнений, что Реал выиграет клубный чемпионат мира. Реклама Ух ты! Жилой комплекс Парк Лимедовая долина дарит скидку 7%. Квартиры от миллиона восьмисот. Новая Москва. Сорок минут до центра столицы. 933-400. Существует Дед Мороз или нет? Главное, получить новогодние подарки. Выгода до 500 тысяч рублей. Парк Лимедовая долина. 495-933-00. Застройщиков Логитек. Проектная декларация на сайте Бакли МД.ру. Отличная новость для футбольных болельщиков. Матчи английской премьер-лиги. Снова на огромном экране в кинотеатре «Формула кино Европа». Уже в эту субботу, 17 декабря, в 18 часов, Манчестер-Сити против Арсенала. Бронируйте места заранее на сайте формулакино.ру и приходите болеть за любимую команду. Торопитесь, количество билетов ограничено. «Формула кино Европа» ждет вас. 12+. На старт, внимание, марш! Бизнес-кар объявляет новогодний марафон «Тойота». Только до 30 декабря. Новая «Тойота» с выгодой до 800 тысяч рублей. Не пропустите финальную распродажу года в «Тойота Центр Каширский», «Левобережный», «Лосиный остров», «Рублевский», «Битца» и «Серебряный бор». Звоните сейчас. 8495-135-4686. Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты подарки нам принес? Да, принес. И не один от застройщика «Опин». Вот готовая квартира. А цена? 2 миллиона и 4. А еще в подарок кухня. Стоп, друзья сказали «Ух ты!» 104-3-3-1. Не тяни, звони в «Опин». 104-3-3-1. Будем счастливы в квартире от «Опин». Проектная декларация и условия акции на «Опин». Не является публичной офертой. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Матч за 60 секунд. Товарищеский матч в «Дохе» между сборными «Катара» и России по футболу. Будем надеяться, что будут играть как красавы. Кокорин навешивает и суперсейв вратаря сборной «Катара». С добиванием может что-то получиться. А это должен быть пенальти. Судья его ставят. Эту сборную надо обыгрывать с двузначным счетом. Самедов бьет пенальти и сбивает. Это пенальти в ворота сборной России. На ноль, да? Ага. Вообще-то безобразие, конечно. Полнейшее безобразие. И мимо! Мимо ворот! Акинфиев мимо пещай пахнул и сбил нападающего. Хухи будет исполнять этот пенальти. Это вам не хухры-мухры. Разбег с линией штрафной и... 1-1. 2-1. 2-1. Какая атака! Что делает Кокорин? Вот это ужас! Кокорин вышел один на один. Пенальти должен назначать судья. Да, и он его назначает. 2-1. Проигрываем Кокорину. Надо забить пенальти. Вся страна смотрит на тебя, Саша. Разбегается Кокорин и... Сейв! Не забивает пенальти Кокорин. Игра закончена. 2-1. Катар-Россия. Второе поражение подряд в товарищеском матче. Сборная Стеннислава Черчесова. Спорт-ФМ Новости. Страна. Мир. Спорт. 100% футбола. В самом разгаре программы 100% футбола. И в самом разгаре наш опрос, наше голосование на странице Спорт-ФМ ВКонтакте. Кого вы считаете лучшим футболистом 2016-го календарного года? Дзюба Фернандес, Вернблум, каким образом тогда претендует? Кутепа самый сильный защитник на данный момент. Дело в том, что мы как раз не по данному моменту, а по всему 2016-му году голосуем. Дальше смотрим. На самом деле, трудно переоценить вклад в победы ЦСКА Понтуса Вернблума. Просто лучший, пишет нам Владимир. Ну а у нас на прямой связи ведущий программы 100% футбола, известный комментатор Василий Уткин. Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, у нас тут безоговорочно. В голосовании название лучшего футболиста 2016-го года лидирует Денис Глушаков. Более 50% уже набрал. 20% у Квинси Промес. Вот на твой взгляд, это справедливо? А это лучший игрок чемпионата России в московском спортаке? Нет, в России вообще за 16-й календарный год. Если говорить о чемпионате, я уже участвовал в таком опросе для еженедельника по футболу. Там я решил о футболисте года. Это был чуть другой ответ. Но если говорить о чемпионате России в этом году, лучшем футболисте, у меня совершенно однозначное мнение. И это им пока в нашем разговоре не звучало. Это Федор Смолов. Федор Смолов, твой вариант. А ты в еженедельнике за футбол, это секрет, за кого проголосовал? Я проголосовал за Квинси Промеса. На втором месте Игоря Кенфеев и на третьем Сердар Азмун. Так, а почему тогда Квинси Промес? Он же тоже в чемпионате России? Или сборная Голландии тоже? Я могу объяснить, почему не включил Федора Смолова. Потому что мне кажется, что Федор очень неудачно сыграл на Евро. Если говорить о чемпионате, то Евро всегда не попадает. Точно так же я назвал Акинфеева, потому что мне кажется, что сезон Акинфеева – это в гораздо меньшей степени замечательные шутки по поводу его сухой серии в лиге. Акинфеев – это чемпионский сейф в Казани. И Акинфеев – это матч с Уэльсом, когда он пошел на трибуну болельщиком один. Вот это, мне кажется, делает игроком сезона. Но тут тоже в чемпионате России не все помещает. Василий, ну к тебе такой вопрос. Я вчера Будагозский приходил. Опять-таки, да, все свелось к большой критике вот этих нововведений касательно видеоповторов. Потому что накануне был назначен пенальти. Кстати, Марка написала, что неверный пенальти ворота Атлетика Националь, когда Касима выиграла 3-0. Вот ты как относишься к этому? К видеоповторам? Да. Я очень просто отношусь к видеоповторам. Это абсолютно надуманный вопрос. Есть две вещи, которые можно определить в футболе технически, а не на глаз. И время для этого приближительно придет, когда появятся все технические средства. Это момент взятия ворот и офсайд. Вот эти вещи, для которых совершенно не нужен человек, все глаз и оценка. А все остальное, видеоповторы совершенно не нужны, что они есть, что их нет. И это можно доказать одним очень простым образом. Вот мы с тобой, Игорь, живем в мире, где видеоповторы введены давно. В мире журналистики, правда? Ну да. И казалось бы, видеоповторы должны, в конце концов, приводить к истине. Мы должны сказать, что вот здесь нарушение, да, было. Это часто происходит. Ну, очень много разногласий бывает. Это всегда бывают разногласия. Вот так же они точно не останутся. Поэтому для определения полу, по всему остальному, видеоповторы совершенно не нужны. Что они есть, что их нет. Это абсолютно надуманная тема. Есть такие бесконечные футбольные темы. Ну, например, 16 или 18 команд должны играть в высшие линии. Или, допустим, зима-осень, весна-осень или осень-весна. Бесконечная тема. Вот, видимо, вот такая бесконечная тема. Это как про белого бочка. А нужность и ненужность вообще клубного чемпионата мира – это бесконечная тема? Ну, я не знаю, Игорь. А почему? Кому он мешает-то? Хорошо. Значит, пускай будет. Спасибо огромное. Да. Да. Спасибо огромное. Это был Василий Уткин в эфире Спорт-ФМ. Спасибо огромное Василию Уткину. Итак, по видеоповтору мы поговорили. Василий считает, что это взятие, не взятие ворот, определение положения вне игры. Касательно пенальти здесь видеоповторы не нужны, потому что это в любом случае будет вызывать споры. Ну, споры будут вызывать, не знаю, да. Во всяком случае, прецедент уже состоялся. Прецедент уже состоялся. Пенальти был назначен, и пенальти, который вызвал споры. Посмотрим, что вы пишете нам, как вы голосуете, точнее, на странице Спорт-ФМ ВКонтакте. Здесь за Денису Лушакова уже 1845 голосов, а всего проголосовало 3630 человек. Также можете звонить 8495-276-0-93-2 или 1-93-2. И высказывать свое мнение, кого вы считаете лучшим игроком 2016 года в чемпионате России. Никита пишет, поздравляю Дениса с рождением дочки. Он лучший. А значит, Глушаков свой лучший гол в 2016 году забил 9 месяцев назад. Руслан вот так вот шутит. Фернандо в этом году лучший разгрузил Глушакова, и тот заиграл. Вот возмущение, почему в списке лучших игроков 2016 года в чемпионате России нет Рыжикова. В каждом матче делает по 2-3 важных спасения. Глушаков за полсезона провел пару удачных матчей, и он лучший. Вот меня спрашиваете. Это не меня спрашиваете. Это вы спрашиваете наших радиослушателей тогда. Я свой голос отдал бы за промеса. Поэтому, ну а почему нет Рыжика? У меня будет ответ довольно-таки простой. Просто потому что список не резиновый, да. И возмущаться будут многие. Сегодня, кстати, тоже смотрели видеоповтор с голом Роналду. Написал нам Тол. Но по сегодняшней игре Мадридского Реала и вообще по матчам чемпионата мира мы обязательно еще поговорим в нашем эфире клубного чемпионата мира. Константин написал, я как болельщик Зенита должен был назвать игрока своей любимой команды, но объективно рассуждая, лучший игрок Смолов. Как можно назвать лучшим Глушакова, понять не могу. Вопрошает Константин. У нас есть звонки. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый ведущий. Для меня, как для болельщиков, конечно же, это Промес и Глушаков. Но третье место, конечно, отдам Смолову. И хочу пожелать в новом году Спартаку удачи и провести грамотную трансферную кампанию. А кто все-таки первый? Промес или Глушаков? Я думаю, все-таки Промес, наверное, скорее всего. Потому что в прошлом году он тянул, но сейчас вот травма подкачала, вот его чуть-чуть сбила с ритма, можно так сказать. Я думаю, что Промес все-таки, да, лидер. А Глушаков на подхвате и так и должно, думаю, быть в дальнейшем. Спасибо, Денис, за звонок. Если еще есть радиослушатели, готов я пообщаться. Геннадий, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь, Геннадий, Красно-Белый, Солнцин. Буду, как всегда, объективен и брать сезон, этот год точнее, то, конечно, Квинси Промесу. На второе место я Азмуна ставлю. Я считаю, такую большую пользу парень принес Ростову, вывел их на чуть-чуть, я не знаю, на высокие такие места никогда Ростов не было. Третье место я все-таки отдам Смолову, четвертый Глушаков. И, на мой взгляд, все-таки, Игорь, ошибочно ставить Игоря Акенфеева, так сказать, в этот список. Чего? Парень провалил и чемпионат Европы, и международные все матчи, свои ворота стал забивать. Ну, вот это, и еще к этому вопросу у меня, да. У нас речь о чемпионате России, у нас опрос по чемпионату России 16-го года. Концовки прошлого сезона, да, и начало этого сезона, календарный 2016 год. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Я считаю, что лучший футболист этого года все-таки Федор Смолов. Потому что он, как вам сказать, очень сильно преобразился по сравнению с прошлыми сезонами. В него никто не верил, но он взялся за ум и стал лучшим бобардитиром прошлого сезона. И вполне вероятно, что станет лучшим бобардиром этого сезона. Хорошо, понял. Спасибо вам за звонок. Давайте к трансферным новостям обратимся. Состав Краснодара в ближайшее время пополнен 22-летний защитник сборной Эквадора Кристиан Рамирос. Если я не ошибаюсь, левый защитник сборной. Я его плохо знаю, потому что Майо Ви в основном играет за сборную Эквадора. А Рамирос в этом отборочном цикле, ну, пару матчей, может быть, провел. Но давайте про его биографию. Да, он начал карьеру в клубе Индопедиента Дель Валья из города Сангольки. Команда, которая сенсационно вышла в финал Копа Либертадорос. Первым клубом в Европе стала Фортуна из Дюссельдорфа, куда он перебрался в возрасте 18 лет. Затем он играл за Нюрнберг, но в 2015 году его арендовал венгерский Ференс Вараш. И летом прошлого года эквадорский защитник подписал с клубом из Будапешта полноценный контракт. Помог команде выиграть титул чемпионов страны. В настоящее время Краснодар согласовал с Ференс Варашем все условия трансфера футболиста. Подписал соглашение с венгерским клубом. Рамирос пройдет в Краснодаре медицинское обследование уже в начале следующего года. И при отсутствии противопоказаний будет подписан с ним долгосрочный личный контракт. Ну, опять же, по работе, наверное, знаком с талантом Димитрова. Ну, конечно. Не без участия Тарханова, естественно, если этот трансфер состоится. Да, а вот комитет по транспорту Санкт-Петербурга принял решение о покупке аж 121 автобуса для чемпионата мира по футболу 2018. И на эти автобусы власти города потратят ни много ни мало 2 миллиарда рублей. Кроме того, они будут использоваться не только на матчах чемпионата, во время матчей чемпионата мира, да, во время проведения этого турнира, но и во время проведения Кубка конфедераций. Вот такие вот цифры из северной столицы. Я просто не знаю, сколько стоит автобус. Я тоже не знаю, сколько стоит автобус, но, в общем-то, 2 миллиарда звучит весьма внушительно, да, учитывая, что власти тратят такие деньги, ну, на что бы ты ни был, да, пусть там на автобусы, пусть еще на что-нибудь, что связано с проведением турниров, весьма немало. Так, сейчас мы будем... Изучать стоимость автобуса. Да, я хочу узнать, сколько стоит автобус, я сейчас посчитаю, сколько там потратили. Чтобы тебе было проще оценивать автобусы, транспортный комитет Смольного приобретает большого класса. Ты сразу там смотри, да, в этом разделе, фильтры, нажми, автобусы большого класса. Да хорошо, да, потому что тут какие-то дешевые автобусы выпадают. Вот, вот, вот о чем и речь. Отмывание денег. То есть якобы на автобусе, а на самом деле-то тебе в карман автобусы катайтесь на Икарусах. И, как обычно, в конце года начинают различные информагентства, издания подводить итоги этого самого года. Так вот, Associated Press заявила, что подвела один из этих итогов и заявила, что общая телеаудитория матчей чемпионата Европы 2016, который, я напомню, прошел во Франции, составила почти 5 миллиардов человек. При этом в прямом эфире за матчами турнира, в рамках которого была сыграна 51 встреча, наблюдали порядка 2 миллиардов зрителей. Ну а финальную игру между сборными Португалии и Франции смотрели всего-навсего 600 миллионов человек. Спасибо огромное. Это была Мария Терская с новостями. Сергей тут советует 2 миллиарда разделить на 121. Сергей, я не хочу узнать, сколько стоят автобусы у властей Санкт-Петербурга. Я хочу узнать, сколько стоит вообще, в принципе, средняя цена на автобус. Я и так знаю, что 2 миллиарда надо разделить на 121. У нас в Волгограде тоже обновляют трамваи, автобусы к чемпионату мира 2018, нам пишет Максим. Ну а у нас на связи комментатор Матч ТВ Денис Казанский. Интервью. Денис, приветствуем тебя. Привет, привет. У нас проходит опрос на звание лучшего футболиста в чемпионате России в 2016 года, то есть именно календарного года. И пока безоговорочно лидирует Денис Глушаков. Скажи, пожалуйста, твоя версия какая будет? Можно даже несколько? Пожалуй, тут такая, на самом деле, фигура должна быть компромиссная, потому как год получился очень разным. Да, мы, например, не знали, кто такой Жулиано вначале. Сейчас мы прекрасно понимаем, что это человек, который очень сильно влияет на игру «Зенита» и на результат. Прежде всего, мы видим совершенно разного промеса в течение календарного года. И я думаю, что прямо сейчас это действительно один из самых ярких футболистов премьер-лиги. Я бы его тоже назвал в числе лучших. Но опять же, мы имеем первую половину года, где промес был не настолько эмоционален. Мы видим разный вариант Смолова, разный вариант Зюбы. Ну, в общем, тут поэтому приходится выбирать, опять же, Цакуев и Роман Еременко со всем вытекающим отсюда следствием. И поэтому, конечно, нужна компромиссная фигура, которая была бы более-менее стабильная на протяжении всего этого отрезка. И, может быть, без каких-то суперярких точек, но и без провалов. Поэтому, пожалуй, Глушаков действительно в этой ситуации. Самый очевидный выбор. То есть ты согласен, что Денис Глушаков? Ну да, я бы все-таки еще промес рассматривал, как человека, который может стать лучшим футболистом этого сезона. Потому что, действительно, мне кажется, что промес, ну, при всей любви к Денису Глушаку, мне очень сложно пока представить его вот в этом, в таком статусе, в другой команде. Особенно за рубежом. В этом плане, я думаю, что промес как раз чуть больше перспектив имеет. И я бы, как бы, вот оценивал футболиста, исходил бы даже из такой потенциальной возможности футболиста. Поэтому промес, мне кажется, чуть поинтереснее даже будет. Ну и вопрос себе, как комментатору английской премьер-лиги, насколько предметным является разговор касательно возможного перехода в Эвертон, того же Азмуна или Алана Дзагоева. Пишут ли об этом англичане? Ну, они пишут, разумеется. И Эвертон команда, которая сейчас очень нуждается в усилении. И поэтому совершенно не случайно как раз такие фигуры всплывают. Я думаю, что, опять же, по модели игры, которая была у Кумана, особенно в Саутгемке, сейчас пытаются выстроить что-то похожее, там действительно были футболисты очень схожие с теми характеристиками, которые есть у Дзагоева и у того же Азмуна. Но, не знаю, сейчас очень интересно посмотреть, как раз ставят паралитеты Кончеренков в ЦСКА. И понятно, что от такого футболиста просто так не будут отказываться. Но если это будет очень хорошее предложение, и самое главное, мне кажется, что если это будет за желание самого Алана, я думаю, что здесь Евгений Ленович может пойти до некоторых уступки. Но, опять же, это, мне кажется, больше зависит уже от Загоева. А то, что разговоры идут по этих двух футболистов, это абсолютно факт. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Денис. Это был комментатор Матч.ТВ Денис Казанский. Дмитрий пишет, добрый вечер, а где в списке Жулиана? Он лучший и никто другой, написал Дмитрий. Ну, Жулиана-то в начале 2016 года еще в России не было, да, он в Грэммио играл. Поэтому, в общем-то, и в списке Жулиана нет. Потому что мы берем именно 2016 календарный год. Сергей уточняет, я к тому, что можно будет сравнить с рыночной стоимостью. Хорошо, но у меня просто сейчас времени нет узнавать средние цены автобусов на рынке. Если у вас есть время, Сергей, напишите, кстати, и сравните. Будет интересно узнать. Тогда обращусь еще раз к вашему сообщению. Ну, а пока мы ненадолго прервемся, потому что у нас впереди реклама и выпуск новостей. А потом уже выйдем на финишную получасовку. Дорогой, я слышал, у тебя был хороший год. Есть перспективы? Может, тебе пора улучшить свой английский? Если ты имеешь в виду английский автомобиль, то да, я узнал сейчас идеальное время. Только с 16 по 18 декабря. Land Rover Fest в Дженсер. Три дня уникальных предложений. Персональные условия покупки, которых вы так долго ждали. Подробности у официального дилера Land Rover Дженсер. По телефону 495-788-5588. Предложение ограничено и распространяется на новые Range Rover Sport и Discovery Sport. Отличная новость для футбольных болельщиков. Матчи английской премьер-лиги снова на огромном экране в кинотеатре «Формула кино Европа». Уже в эту субботу, 17 декабря, в 18 часов, Манчестер-Сити против Арсенала. Бронируйте места заранее на сайте формулакино.ру и приходите болеть за любимую команду. Торопитесь, количество билетов ограничено. «Формула кино Европа» ждет вас. 12+. Что, и за лыжи бонусы? И за лыжи. А за коньки? И за коньки. Вы еще скажите, что за любые спортивные новогодние подарки бонусы. А вот и скажем. Приходите в «Спортмастер», выбирайте подарки от 1000 рублей и получайте 3000 бонусов. «Спортмастер», подари новый год спорта. Подробности о предложении на спортмастер.ру. Квартиры в новом жилом комплексе «Мой адрес» на Симоновском. Продажи открыты, комплекс полностью построен. Центральный округ Москвы, метро «Пролетарская» в пешей доступности. Квартиры в готовых монолитных домах от 9 миллионов 100 тысяч рублей. Жилой комплекс «Мой адрес» на Симоновском. 151-99-19, 151-99-19, код города 495. «Мой дефис» адрес.рф. Жилые комплексы Москвы «Мой адрес». Фейерверки со скидкой 70% от народной марки номер 1 в России «Русалют.ру». Фейерверки «Русалют» – народный выбор. Информация об акции «Скидка 70%» на сайте «Русалют.ру». Интерконференция. ОГРН-907-774-675-54-88. Город Москва. Сезон новогодних скидок в поселке Марсель объявляем открытым. До 31 декабря вы можете приобрести готовые дома со скидкой до 20%. А также при оплате 50% от стоимости дома вы получите прекрасный новогодний подарок. Смартфон «Айфон 7». На старт, внимание, марш! «Бизнес-кар» объявляет новогодний марафон «Тойота». Только до 30 декабря. Новая «Тойота» с выгодой до 800 тысяч рублей. Не пропустите финальную распродажу года в «Тойота-центр Каширский», «Левобережный», «Лосиный остров», «Рублевский», «Бица» и «Серебряный бор». Звоните сейчас. 8495-135-46-86. 135-46-86. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-67. От Спартаковской площади до улицы Новая Башиловка. Шоссе энтузиастов. От Цирлецкого проезда добежим. Кубок «Первого канала» сегодня. Только на «Спорт-ФМ». 19.00. Россия, Швеция. Будем выигрывать сегодня. Хоккей на «Спорт-ФМ». Продолжается программа «Сто процентов футбола» на «Спорт-ФМ». Меня зовут Игорь Катманов. Продолжается у нас голосование за звание лучшего футболиста 2016 года в чемпионате России. То есть окончание прошлого сезона и начало этого получается. Денис Глушаков пока набрал больше 50% голосов. Далее чуть более 20% у «Квинси Промесса». Ну и третий Федор Смолов. В общем, тройка неизменно. А в борьбе за четвертое место на одну десятую «Сердаразмун» вновь обходит Игоря Акинфеева. Ну и давайте вспомним, что у нас сегодня, во-первых, в Италии пройдет игра одна «Джено» против «Феорентины». Это итальянская серия «А». Ну и завтра про Испанию я говорил, да, то, что стартует 16-й тур и 15-й тур в немецком чемпионате. Хофенхайм против «Дортмундской Баруси». «Дортмундская Баруси» сейчас, между прочим, для тех, кто не особо внимательно следит за немецким чемпионатом, идет на шестом месте всего лишь, а Хофенхайм на четвертом месте. Правда, опережает он «Дортмунд» всего лишь на одно очко, но на данный момент в текущей турнирной таблице этого достаточно, чтобы Хофенхайм попадал в Лигу чемпионов, а «Дортмундская Баруси» всего лишь в Лигу Европы. Так вот, наши партнеры из букмекерской компании «Винлайн» делают следующие прогнозы на матч Хофенхайм-Баруси-Дортмунд. Тотал аж 3,5. 3,5. Больше 2,16. Меньше 1,73. Так что тоже довольно любопытно. Я напомню, что «Дортмундская Баруси» – это команда, которая забила в нынешнем сезоне уже 32 мяча. Больше получается только у «Мюнхенской Баварии» 34, да. Ну а что касается Хофенхайма, то 25 голов забито, 14 пропущено. Это не самая результативная команда, но, в общем, для 14 туров довольно-таки неплохая результативность. 8,495,276,0,93,2 или 1,93,2. Телефоны прямого эфира «Спорт.ФМ». Также пишите на «Вайбер» и «Ватсап». 925,4,2,93,2. Пришло нам сообщение. Доброго вечера. По поводу лучших игроков РФПЛ. На первом месте «Азмун» либо «Смолов». На втором «Акенфиев». В скобках написано «меньших всех пропустил». И на третьем месте «Кудряшов». Вот такое вот сообщение нам пришло касательно лучшего игрока. Так приходят цены на автобус. Ну, мы уже почитали, что если по максимальной комплектации брать, то приблизительно так, наверное, и получается. Порядка двух миллиардов. Но это, опять-таки, если по максимуму. Борис Михайлович из Иванова пишет. Добрый вечер, Игорь. Однозначно лучший игрок «Азмун». «Азмун» играет в современном европейском стиле. Не приглашают его в ведущие европейские клубы. На следующий промес. Ну, а лучший тренер, пишет Борис Михайлович Бердыев. Но про лучшего тренера мы не спрашивали. Неужели Глушаков сильнее Вицелия Жулиана? Написал Анатолий. Анатолий, ну, возьмите и тогда проголосуйте. Если вы считаете, что нет, не лучше. Проголосуйте за Вицелия или Жулиана. Есть вот свой вариант, да. 85 человек уже, соответственно, выбрали вот этот вариант. Поэтому и можете уточнить даже в комментариях, что вы считаете либо Вицелия, либо Жулиана лучшим игроком. Жулиана, конечно, феерил в «Зените». Особенно после того, как только приехал в Санкт-Петербург, да, все начали восхищаться, какой же игрок замечательный прибыл в Санкт-Петербург. Поэтому, что касается Жулиана, то да. Но опять еще раз напомню, что у нас опрос проходит по 2016-му календарному году. Про Ирнанаса спрашивают, уйдет ли Ирнанас из «Ювентуса». Ну, вы знаете, Ирнанас вообще один из самых критикуемых, наверное, игроков в составе «Ювентуса». Человек, который великолепно начинал в «Лацо». Не так хорошо у него получалось в «Интере». С другой стороны, у кого в нынешнем «Интере» получается, да. И в «Интере» Тахира, и в «Интере» уже с новыми китайскими инвесторами. В общем, полная неразбериха. Уже был вариант, да, то, что Ирнанас может оказаться в Дженуа. Ходили такие слухи. Но, в конце концов, наверное, все-таки «Ювентус» Ирнанаса продаст. Потому что пока на этого полузащитника в Италии спрос есть. Пока есть спрос, наверное, его стоит продавать. Да и самому Ирнанасу, хотя он не раз подчеркивал, что он хочет играть в «Ювентусе», что его в «Ювентусе» все устраивает. Ну, понятно, что это такой, особенно по меркам итальянской серии «А», «Ювентус» – это клуб, который возвышается на всеми. Это такой уже заоблачный уровень. Понятно, что это ни «Лацо», ни «Рома», и даже ни «Интер», ни «Милан». Уж про нынешний «Интер» мы говорили, да. Все-таки «АЮв» – это еще и возможность играть на самых, как мы понимаем, высоких стадиях Лиги Чемпионов. Но, в конце концов, здесь, конечно, будет многое зависеть даже не от самого Ирнанаса, а от руководства «Ювентуса». Кстати, еще много, конечно, не устраивало Лихштайнера в «Ювентусе». То, что того же «Квадрада» взяли, да, Дани Алвеса, да, если вспоминать. И то, что не включили его в заявку на Лигу Чемпионов, это все тоже весьма больно ударило по самолюбию Лихштайнера, человеку, который многое отдал Юве, согласитесь, и продолжает отдавать. И, в общем-то, периодически даже попадает в стартовый состав «Ювентус». Ну, «Ювентус» — это настолько большая обойма футболистов, что здесь как-то выделить прям отдельно стартовый состав очень сложно. Мария Терская с новостями появилась в студии. Маша, еще раз привет. Да, привет еще раз. Всем еще раз добрый вечер. И начну я с хоккея. Именно с того, что московский ЦСКА выставил на драфт отказов бывшего защитника сборной России по хоккею Александра Кутузова. В нынешнем сезоне он провел за армейцев 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 4 очка. И, как я уже сказала, Кутузов является чемпионом мира в составе нашей сборной 2014 года. А вот нападающий Илья Ковальчук и защитник Антон Белов, назначенный ассистентами капитана сборной России Павла Дуцука на Кубке Первого канала. Напомню, стартует этот турнир сегодня, более того, стартует он уже менее чем через 20 минут. В первом матче сегодня в 19 часов, соответственно, сыграют Швеция и Россия. Но в 19.30 сойдутся Афины и Чехи. Конечно же, прямая трансляция на спорт.фм этих встреч. И что касается теперь ЦСКА уже футбольного, агент, представляющий интересы нападающего этого клуба Лосина Трауре, заявил, что именно он стал инициатором ухода этого игрока из клуба. Я напомню, что армейцы арендовали ивуарийского форварда у Монако летом текущего года. И в ближайшее время он вновь покинет ЦСКА. По словам агента, на 99% это случится. Осталось уладить только формальность. Продолжит он свою карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Каком именно, не уточнил. Но уточнил то, что сам настоял на этом. Но, понятное дело, отстаивает интересы своего клиента. Хоть, чтобы он выступал, наверное, в каком-то топ-евроклубе. И посмотрим, как сложится судьба Трауре. Да, я даже потом процитирую Дмитрия Селюка. Потому что тут такое обстоятельное интервью он дал. Естественно, утверждает, что именно он стал инициатором ухода Я-Я-Туре. Ну да, потому что Трауре. Ну и Я-Туре там тоже. Ну да, его же якобы не любят армейские болельщики. И многое ему здесь, помимо этого, не по душе. Поэтому хочет он уходить. Ну, соответственно, даже если бы ему многое было по душе, если он или его агент нашли какие-то более привлекательные для продолжения карьеры футболиста команды, то почему нет? Спасибо большое. Это была с новостями Мария Терская. Реклама Курсовой прием Вука-Вука позволит вам почувствовать себя по-мужски уверенно. И вы будете твердо готовы к неожиданным сексуальным приключениям. Вука-Вука. Можешь тогда, когда хочешь. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Категория 18+. 250 тысяч. Это наше финальное предложение. Только в декабре. Выгода до 250 тысяч рублей при покупке нового Митсубиши Аутлендер. Митсубиши. Надежная реклама о ММС. Действительно, они планировали матчи на несколько недель вперед. И, наверное, тоже планировали играть еще и два поединка Шубикоэнса. Может быть, немножко выбились из этого графика игрового. Это тоже может быть одной из причин. Но я согласен, да, психология наверняка здесь сыграла не последний раз. Потому что атлетика национальная. В принципе, если посмотреть на состав, они по большому-то счету сохранили сильных игроков. И тем обиднее, что мы опять не увидим финала европейско-южноамериканского. Или для тебя не обидно это? Все-таки ты так японскому футболу... Я всеяден. Хотя, наверное, действительно, если бы играли на финале с Реалом, было бы интереснее. Но опять вопрос еще. Реал с каким на финале? Тем, что выигрывал Либертадорес? Или тем, который приехал сюда, в Японию? Поэтому, наверное, ничего обидного быть не может. Касима в хорошей форме. Но понятно, вот сегодня даже, когда играли Реал с Мексиканской Америкой, понятно, что Реал, ну не то, что на две головы выше, но он выше мастерством. Это было видно буквально в каждом касании мяча. Но при всем при этом, наверное, все, что могут противопоставить ребята из клуба выступающих в классе Реал, разумеется, это невероятная самоотверженность, прессинг, вот как Америка обычно играет, причем по всему полю. Вот насколько хватало Америку, насколько она, в общем, убилась с Реалом, наверное, сегодня она служила очень теплым словом. Потому что действительно и прессинг там был в изобилии, и держали фактически до последнего. Пропустили в конце первого тайма, немножечко не хватило там силенок. Ну и потом пропустили второй от Криштиана. Отдельная эта история. Но все равно в целом Америка смотрела достойно, и Реал, ну не сказать, что сегодня это была легкая прогулка для королевского клуба на пути в финал. Ну вообще в Америке был шанс в матче против Реал? Или здесь без вопросов Реал бы дожал? Ну был шанс, но только один. Если бы Америка, ну собственно, она это и попыталась сделать, организовала бы игру так, чтобы Реалу было максимально неудобно. Здесь, наверное, Америка сделала все, что могла. Я даже читал потом высказывания различных мексиканских экспертов, которые сходились во мнении, что действительно Америка, как она сыграла с Реалом, далеко не каждый матч она с каким-то там грандом, который бы превосходил в боевых классе, могла бы провести. Очень многое получалось. Наверное, по составу все-таки это был выбран состав. Ну не то, что оборонительный, но по крайней мере в нем было немало разрушителей, которые способны были лидера Реала остановить. Я бы здесь из креативщиков, которые могли бы напротив Америки какие-то голы принести, выделил бы, конечно, Арибеперальту, наконечник Копья, очень хорошо известный, по-моему, даже в Европе человек, который в свое время был лучшим снайпером, да, олимпийского турнира, олимпийским чемпионом остановился. Вообще, действительно, за последние десятилетия это едва ли не лучший мексиканский нападающий. Ну а в запасе остались те, кто мог усилить игру по ходу матча, если бы это было необходимо, а это действительно понадобилось. Ароя, эквадорец, который в Америке за последние годы стал, ну там стоящей палочкой-выручалочкой, тем более он в отличной форме находился, много забивал в последнее время. И Дарвин Кентера, многие его знают, это колумбиец, который тоже способен там взорвать игру на фланги, очень быстро нападающий. Но вот они вышли, к сожалению, вот все их попытки как-то изменить игру, не увенчались успехом, но опять-таки Америка смотрелась очень достойно. И в принципе в Мексике довольна тем, как эта команда из столицы Мексиканской Мексики выступила в Японии. Ну, она еще не выступила, да, потому что будет матч против Атлетико Националь. Вот, кстати, здесь, исходя из того, что увидели в полуфиналах, здесь, наверное, уже Америка будет фаворитом? Вот тут сложно очень рассуждать, потому что, опять-таки, мы же до сих пор по одному матчу только делаем вывод. А что это случилось с Националем? Да, наверное, тут уже к игре на третье место Националь может быть, если дело в акклиматизации, адаптируется по-настоящему. В любом случае, это принципиальная игра, да. Мы знаем, насколько часто, в общем, каждый год в Мексиканске клубы выступают в Кубе Либертадорес. И, наверное, вот так проверить себя на уровне, действительно, чемпиона Либертадорес Америки было бы неплохо. Я думаю, нас настроем не будет проблем. Другое дело, что, во-первых, у Америки совсем скоро, вот после возвращения уже в рождественские дни, по сути дела, финал чемпионата родного, там тоже грандиозная пара. Тигры с Америка, и все ждут этих матчей с большим интересом, потому что они неоднократно сходили в финалах чемпионата Мексики. Вернее, в этом году в Лиге чемпионов Кунка Кафф тоже играли между собой. Ну, а потом, наверное, многие знают об этом. Сейчас же мексиканские клубы сделали недавно заявление о том, что они выходят из клуба Либертадорес, потому что там меняется формат проведения соревнований. Теперь Либертадорес будет проходить все в течение целого года, и победитель там будет определяться не в июле, июне, как обычно, как это всегда было, а, скорее всего, ближе к концу года. Возможно, еще и для того, чтобы форма будущего победителя к клубному чемпионату мира была на высоком уровне, и чтобы эту форму постоянно поддерживать на протяжении всего этого соревнований. Так что принципиальный матч, конечно, я думаю, что это позволит настроиться по-настоящему, тем и другим, на вроде бы ничего не значащую игру за третьими. Ну, да, и еще то, что составы, скорее всего, будут сохранить, потому что будет мотивация у клубов, потому что сезон будет заканчиваться, Копа Либертадорес будет заканчиваться как раз-таки перед клубным чемпионатом мира. Это действительно, наверное, правильное решение Канмибол. Да, да, абсолютно согласен, но, наверное, вот надо посмотреть, насколько оно проявит себя, и насколько действительно поможет потом на клубном чемпионате мира выступить, и вообще зачем это нужно, да. Вот мне кажется, если следующий год, по сути дела, экспериментальный, покажет, что южноамериканские команды в этом смысле значительно усилились к главным матчам всего сезона, то, наверное, можно говорить о том, что эксперимент удается. Ну, про матч в финале Реал Мадрид Касима Антлерс я тебя не спрашиваю, потому что здесь все очевидно, наверное, да? Ну, наверное, да, хотя опять, ну, кто знает, вот был же случай несколько лет назад, когда в Марокко проводился турнир, да, и хозяин марокканской Раджи, которая начинала с первого матча с мазеландцами, потом прошла через всех остальных соперников, прошла в финал, где играла с Баварией, но там особой борьбы не получилось, хотя счет вроде 0-2 там был вроде бы неплохой для Раджи, но вместе с тем Бавария могла бы играть и крупнее. Что будет сейчас? Наверное, Реал тоже будет настроен по отношению хозяева миролюбивым, много забивать не будет, поэтому если будет 2-0, 3-1 для японцев, которые, по-моему, даже больше любят, как показывает, вот сейчас посещаемость, больше любят Реал, чем Касиму, по крайней мере, ну, на Реале вот сегодня был аншлаг, а на матче Касима порой, иногда и собирали трибуны, да, полных, полный трибун не собирали аншлага, так что мне кажется, что интересно будет смотреть в любом случае на этот поединок, и опять-таки японцам проверить себя, для них это не последний матч сезона, они еще там Кубок Японии будут проводить, поэтому, разумеется, для японцев, возможно, это матч жизни, тем более, что давно они не заходили вот в таких турнирах так далеко, вот Гамба несколько лет назад играла в полуфинале с Манчестерой, на это, по-моему, это было, ну, не несколько лет назад, в 2008 году, я очень уверенно тогда сыграла, 3-5 проиграла, а сейчас, ну, финал, финал, может быть, как раз родные стены помогут хозяевам, хотя, ну, конечно, сомневаться в этом приходится и очень даже, мне кажется, что счет будет вроде 2-0-3-1, и у Реала не будет большого количества проблем. Спасибо большое, Коля, это был комментатор Евроспорта Николай Саприн, поговорили мы о клубном чемпионате мира по футболу. Так, ну, посмотрим, что у нас с опросом, наверное, все тоже, да, Глушаков, Денис Глушаков побеждает, на втором месте, месте Квинси Промесса, за звание лучшего футболиста 2016 года в чемпионате России по вашей версии, третий Федор Смолов, ну, и за четвертое место продолжают бороться Игорь Акинфеев и Сердар Азмун. Впереди матч Кубка Первого канала, это хоккей Россия против Швеции, Александр Кузымак и Артем Дроздов для вас отработают эту встречу я, Игорь Катманов, прощаюсь. До завтра, всем удачи! Реклама Мы дарим сказочные скидки в жилом квартале бизнес-класса «Царская площадь» у метро «Динамо». Только до 31 декабря. Статусное историческое место, роскошная архитектура, дизайнерская отделка лобби, летом тут играют фонтаны, а зимой здесь настоящий каток. Жилой квартал «Царская площадь» от компаний «МР Групп» и «Коалку» при участии группы ВТБ. Звоните 495-966-0766. Проектная декларация «Царская Дефисплощадь.Рав». Нам не обязательно заставлять диктора изображать Деда Мороза, чтобы создать вам новогоднее настроение. У нас есть кое-что получше. С 1 по 24 декабря этого года при покупке автомобиля «Мерседес-Бенц» в салоне продаж на Ленинградском проспекте 39А у вас есть шанс выиграть смарт. Организатор АО «Мерседес-Бенц Рус», ОГРН-102-770-025-8530. Информация о правилах количества призов, сроках, месте и порядке их получения на мерседес-дефис-мбр.ру и по телефону 495-225-00. Вы знали, что квадратный метр может быть круглым? Представьте. Развитая инфраструктура, детские сады, лучшая школа Новой Москвы, профессиональный спорт во дворе. Все это вокруг ваших метров. В жилом комплексе «Новая звезда». До 27 декабря скидка 10%. Крост. Территория, заботы и счастье. Телефон 795-0888. Код города 495. Проектная декларация на сайте крост.ру. Те, кто стоит, сядьте. Те, кто сидит, сидите. У нас для вас новость, от которой может закружиться голова. Теперь Volkswagen Tiguan можно купить от 1 миллиона 119 тысяч рублей. Указанная цена достигается при покупке Volkswagen Tiguan 2016 года. Выпуска в комплектации Trend & Fun Volkswagen Center Внуково. В период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года. За счет специальной цены и скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж Volkswagen Center Внуково. Volkswagen. Как же достало! Гор не чистят! Лифт сломался! Платят! Припарковаться не жми! Ты что, теперь квартиру у меня? Знакомая ситуация. Вам просто нужно начать жить в позитиве. Новый жилой комплекс «Позитив». Квартиры в Москве от 3,5 миллионов рублей. 241-99-66. Код 495. Проектная декларация на сайте домпозитив.ру. Под Новый год Татнефть заправляет подарками. Просто заправляйтесь и покупайте товары в дорогу на АЗС. И вас ждут деньги на телефон, подарочные сертификаты и смартфоны седьмого поколения. Акция действует до 31 декабря 2016 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на промодифистатнефть.ру. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы – 495. Почему я не праздную голы? Потому что футбол – это моя работа. Почтальон же не скачет и не хлопает в ладоши после каждого разнесенного письма. Марио Балателли – нападающий сборной Италии по футболу.